Ему было чуть более 30, когда врачи поставили диагноз «туберкулез в запущенной форме». Успешный молодой, чья жизнь проходила в разъездах, вынужден остаток времени провести в больницах. По данным медиков, с начала года в Кузнецке выявлено 16 человек, больных туберкулезом. Это на 5 человек меньше, чем в предыдущем году. Основная масса вновь выявленных больных приходится на трудоспособный возраст. Это 89% таких. Но в последние 3-4 года появляются лица, у которых, допустим, так скажем, старческого, престарелого возраста. И в 70 лет, и в 80 лет. Правда, единичные случаи, но в выявлении таких случаев есть туберкулеза. Несмотря на снижение количества регистрируемых случаев заболевания и смертности, проблема по-прежнему актуальна. На сегодняшний день на учете в туберкулезном отделении стоит 331 человек. Основную массу больных составляют люди, ведущие социальный образ жизни. Риск заражения от контакта с таким человеком наиболее вероятен. На сегодняшний день активно ведется работа по привлечению лиц, которые более двух лет не проходили флюорографическое обследование. С целью раннего выявления заболевания. Только посредством профосмотра во время работы передвижного флюорографа было зарегистрировано 6 случаев туберкулеза. Особую категорию представляют дети. Если, допустим, у взрослого населения метод раннего выявления туберкулеза – это флюорография, то у детей до 15 лет это туберкулинодиагностика. Но сказать, что у нас очень много виражей, я так не могу сказать. Они на уровне областных показателей у нас. Но, однако, есть у нас. С чем это связано? Ну, связано, скорее всего, с внедрением туберкулезной инфекции в организм человечка, этого маленького. Но болезни не происходят. У нас нет за этот год, за полугодие регистрации заболеваемости среди детей. И таким деткам проводится профилактическое лечение, превентивное, так скажем. Во избежание риска заболевания туберкулезом врачи по-прежнему рекомендуют вести здоровый образ жизни, полноценно питаться и регулярно раз в год проходить флюорографическое обследование. К слову, по данным статистики, всего за 6 месяцев текущего года обследование прошли 23 тысячи кузнечан.